Всем привет! Ну что, у нас весна, и когда ты мама сына, гулять приходится в самых неожиданных местах. Например, сейчас... Ой, что у меня на голове? Просто вообще праздник жизни. Сейчас мы рядом с заброшенным заводом, понимаете? Это площадка, вон у меня сын бегает там, служа, где учится водить, сдавать на права. В общем, мы гуляем. Ну, то есть, колоритное место. Антенна, березки. Но весна чувствуется вообще классно. Солнышко, март, все тает. А у нас-то весна, май практически. Да нет, шучу, март, конечно. И на градуснике уже ползет, ползет потихонечку вверх от нуля, так что уже класс. Сейчас... Идет первая неделя поста, я традиционно ее пощусь, а потом нет. И купила вот такую спаржу по-корейски. Прикольная штука. Правда, ешь... Ну, какая-то она никакая. И ощущение, что ты просто что-то ешь. Ну, типа ощущение мяса. Вот. Но как-то мне не очень трудно в этот раз поститься. И как-то я заметила, с каждым годом все проще и проще. А здесь у меня некрасивая овсяная каша. А еще купила такая арахисовая паста. Ну, если честно, как-то на любителя. Такой привкус ореховый, приятный. Не знаю, уж состав даже не читал там что-то. Ку-ку состав. Жареный арахис перетертый, масло растительное, сахар, соль. Ну, как бы, вроде без всяких Е. Ну, специфический вкус. Мы к такому, мне кажется, не привыкли. Все-таки нутелла как-то поприятнее с шоколадом. А это такое ощущение, какая-то не до нутелла. Ну, в пост тоже можно. И еще в этот раз я решила ограничить прям сахар конкретно. Потому что отвыкла, правда, его есть. И стараюсь его прям... Ну, только если уже в таких, как продуктах, да, его не выковырнешь. А если отдельно, я сахар стараюсь не добавлять. Ну, во-первых, лучше самочувствие. Ну, и, естественно, полезнее. И мне подсказала моя начальница вот такую фруктозу. И, действительно, я заметила, как бы и вес не набираешь. И вполне аналог с сахаром. И расход очень-очень маленький. Поэтому в этот раз вот я стараюсь питаться без сахара. Это вот эту две ложки попробовала. Но что-то мне вообще не впечатлило. И поэтому заменяю либо фруктозу, либо медом. Ну, уже когда совсем никак, тогда, соответственно, такими вещами с сахаром. Вот даже овсяную кашу я варила без сахара. Сейчас немножечко фруктозки подчатки. И все это у меня, в принципе, достаточно. Можно бананом заменить. Но банана у меня вчера не хватило. Просто уже силы. Это надо грузовик, чтобы таскать эти сумки с супермаркета. Потому что скуплялась. Мои-то домашние не постятся. Поэтому им нужны были нормальные продукты. А я, в общем, фруктозой спасаюсь. Халвой. Вот такую люблю на развес. Это прям продукт моего детства. Раньше, если кто-то помнит, были такие большие консервные банки в халвой. И вот иногда, когда что-то хочется сладенького, могу халвишки чуть-чуть погрызть. Но не особо хочется, правда. Ем в основном картошку, грибы, макароны с каким-то соусом, кетчупом. Ну, в общем, нормально. Можно продержаться. Что-то не доела я овсяную кашу. Что-то совсем мне не хочется с утра её есть. Пока уже надоела, наверное, в четвёртый день. И вот такие печенюшки взяла себе. Тоже постные, овсяные. У них орешки и кусочки шоколада. Понятно, тоже с сахаром. Но нормально. Кофе я бы без сахара. И ещё я, ну, скажем так, спасаюсь, да, или когда на работе перекусы. У меня это финики. Купила такие финики клёвые вообще. Они какие-то обычно тёмные, да. Эти какие-то светлые. И внутри прям такие мясистые, суперский свежак. Просто вот покажу. Какие-то они светлые. Такие аж прям прозрачные. Ну, так. Вот. И прям вообще не объедаюсь. Уже наелась за три дня. Поэтому сейчас у меня кофе. Печенька. Как всегда, по утрам у меня вечерний ургант. И пойдём дальше делать макияж. Собираться на работу. У меня такой макияж. Это маникюр. Как у буфетчицы. Такой яркий, красный. Вот так вот. Ну, приятного мне аппетита. Вот так вот.